Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня посмотрим на такую тему. Я видела эту тему, девочки просили давно в комментариях, и я отреагировала, потому что я так вижу, что действительно судьбы, которые проживают люди на моем канале, это очень насыщенные и трансформационные какие-то судьбы. То есть там очень много таких процессов, которые, наверное, обычный человек и не выдержал бы. И мы посмотрим, какие же подарки получаете вы, то есть что в награду дает Вселенная за эти пережитые моменты, за все пережитое, что в награду вы получаете. Вот именно в награду. Давайте посмотрим, будет ли награда. Я выложу три карты и посмотрим, будет ли награда. Опа, да, награда будет. Посмотрите, что нам показывают. Вы действительно старались, вы действительно каждую, буквально, свою, свой кирпичик того, что вы выстраивали, складывали правильно и ждали, ждали результат. То есть тут реальное ожидание результата было. Судьба подхватывает ваше желание и, естественно, реализует его. Тут будет огромная возможность пройти в дверь, где, за которой находится огромное количество наслаждений и подарков. Ну, во-первых, тут первое, что, это все-таки какой-то человек спешит к вам. Мы будем смотреть, кто же он. Давайте смотреть за пережитое. Итак, что получаете вы за все, что пережили? Какая награда будет получена вами? Десяточка идет. Вы получите то, что желали, и то, чем душа ваша успокоится, то, чему будет радоваться ваше сердце. Для многих это семья, да, но все-таки мы все люди разные, и кто-то загадывал, и кому-то будет проще получить, наверное, там, работу хорошую. То есть вы получите то, что хотели. Это такое исполнение желаний, на которое, даже с лихвой, на которое вы даже, может, и не рассчитывали получить от Вселенной, но понимали, что с трудным путь пройдя, вы заслуживаете именно это. Для многих это, вы знаете, как семейные отношения, когда вы вступаете в полноправное хозяйствование вместе с мужчиной над своей общей судьбой. Новая жизнь, новый этап вашей жизни начинается. После слез и разочарований, связанных с каким-то мужчиной. Тут, кстати, какой-то мужчина за вами просто упадает, умирает. Жизловый король в слезах, в отчаянии, в муках. Он делает какой-то шаг в вашу сторону. Делает какой-то шаг, немножко странный шаг, конечно, как с проверкой. Исследователь такой идет. Получаете этого короля, я так понимаю, да? Ситуация была заблокирована. Я смотрю на то, что вы получите вот дар, да? То есть та награда. Награда ваша будет такой. Так. Я так вижу, что какое-то наказание получит мужчина. Ваш мужчина, с которым вы были в отношениях. Это прежде всего. И это наказание, он посмотрит, пройдет по достоинству или нет. Попытается обойти. Ну, старательно все-таки работает. Смотрите, вы в отшельниках оставили какого-то мужчину. Либо оставляете. Вам даруется свобода выбора. Вам даруется какое-то, знаете, полное, безграничное поле возможностей, где вы можете реализоваться. Вот. Вы это берете, потому что то, что было до этого, тут, скорее всего, состояние неразрешенности, да? Состояние, когда нужно было следить за каждой какой-то вот новостью, смс-кой. Вот что-то такое идет, не знаю, встречи какие-то редкие. И у вас постоянное вот это напряжение, оно привело к тому, что вы просто сказали, все, я больше так не хочу. И высшие силы вас услышали. Новый путь, так новый путь. Вы идете в новый путь. Я так вижу, что мужчина тоже, который наметил новый путь, решил немножечко вдогонку за вами. За вами побежать. Ну, вы тут просто выходите из этого одиночества вдвоем и идете в свою жизнь. Да, заканчивается какой-то период. Хорошо. Но что же получаете вы взамен этого всего? Вычленяем дары. Посмотрим. Вот так. Здесь какая-то победа, вырванная буквально. Вам несут этот кубок победы. Вы можете с этим делать все, что хотите. У вас право есть судить. Прежде всего. Право судить и право, не знаю, создать баланс или же наоборот нарушить его. Вот такое вам право дает. Вот такое вам право дает. Право судить. Но вы в такой неге, в своей жизни, в расслабленном состоянии уже, знаете, как-то так снисходительно относитесь к тем людям, которые когда-то вам вредили. Что вы получаете в дар? Награждение. Чем вознаградят вас высшие силы за пережитые вами? Смотрите, сомнения, страхи, иллюзии какие-то сменяются на новое, какое-то совершенно новое чувство, новая влюбленность или же что-то, что вас просто накроет. Вот, да, это чувство любви. Вы вдвоем. Тут раскрытие способностей даже идет у девушки. Вот какая-то именно женская и женские способности, начиная с интуиции, которые могут раскрыться и перерасти в более серьезное что-то. Вам дается в награду ваш человек, который вам в пару идет. В пару идет. Чем вы будете вознаграждены? Так. Победите одиночество. Но тут не без помощи, естественно, ангелов-хранителей все происходит. Победа эта случилась, конечно же, вашими заслугами. Поблагодарите ваших духов рода, потому что они вложились максимально для того, чтобы вы выбили вот именно как свою вот эту победу. И заслуженно получили награду. Награда будет просто сумасшедшей, великолепной. Тут идут тузы. Буквально в первых выкладках все тузы вышли. В первой выкладке туз Пентакли. И тут все три сразу же, которые говорят о новом совершенно начале жизни. Причем не настолько мощном, когда вы цепляетесь буквально за все участки сфер, которые для вас важны. Например, в финансах, в решении вопросов, связанных с семейными, с отношениями. В решении вопросов, связанных с личными отношениями. Вот так. То есть тут очень много вот этих начал, которые вам будут даны. Вы награждаетесь за вот это, за какие-то трудности, награждаетесь новой вдохновленной работой. За трудности в любви вы награждены новой, чистой, светлой любовью. Начинаются движения в вашей жизни. Награда за пережитые. А духи рода, ваши самые любимые люди, которые окружают вас, вашей семье, они приблизительно понимают, чего вы хотите. Ну, вернее, естественно, силы высшие, они и так видят, чувствуют и знают, какая ваша мечта. Но тут еще говорят о том, что ближнее окружение, да, которое, возможно, не верило до конца, да, что вот реализуется что-то задуманное вами, и вы уже сомневаться начали в своем, уже видят результаты те, которых вы добиваетесь, понимаете? Вот, радуются действительно вот небеса. Вам по судьбе реализовать вашу лучшую судьбу. Вот какой-то, знаете, самый лучший сценарий в жизни, жизненный королевы кубков. Да, вы реализовываете, вы получаете множество вариантов для того, чтобы почувствовать себя любимой. А что это за варианты? Давайте посмотрим. Вот один, Пентакливый король. Пентакливый король. Давайте опишите, кто он такой. Кто он такой, простите. И кубковый. Ну, в одном ряду выходит, в принципе. Смотрите, кубковый выходит с вами. Он прям в ноги вам падает. Это тот мужчина, который вот-вот появится первым на пороге с копеечкой, со своим ресурсом, который он буквально несет вам. Я просто вижу вот эту девятку, она мне показывает на какие-то моменты, которые... Ну-ка, давайте объясним немножко. Которые его как связывают. Там очень много мыслей в голове. Но эти мысли его меняют. Максимально меняют. Он будто бы что-то боится. Вот какой-то мужчина что-то боится. И я вижу, что есть мужчина в вашем пространстве, который не пускает ни одного мужчину в ваше поле. И мне интересно тогда, вот тот, который не пускает в ваше поле никого, вы его знаете. Что с ним будет? Так-так-так-так-так-так. Ой-ой-ой-ой. Как вы хотите уже оттуда уйти? А в лучшие силы что говорят? Они ругают его за медлительность. За медлительность. За что бы еще поругали его? Но здесь будет движение. И этот человек идет к императору. Это тот, которого наказали. Да, он так осознает все. Но очень медленно идет. Его бросит прям к вашим ногам. Высшие силы. Хорошо. Давайте спросим. Будут ли другие мужчины? Вот просто спросим. Вот таким образом заберем всех мужчин. Раз уже начали о сфере любовной говорить, да? Будут ли другие мужчины? Сигнификаторы оставляем. Вот она вы. Вот она ваше счастье, которое вы получаете. Ну, вы знаете, такая стойкая у вас позиция. Спокойно сидите и будто вы ждете, действительно. Давайте посмотрим, есть ли другие мужчины, кроме того, вот кого бросает к вашим ножкам, который наказан был и придет. Для многих просто, может, не хочется его видеть вообще. Так, будут ли другие мужчины? Сейчас посмотрим. Первый. Другие мужчины. С которыми можно построить что-то серьезное. Еще хочу одну карту сюда. И с тем мужчиной, о котором была речь, да? Потому что мы ведь спрашиваем о награде. Понимаете? Мы хотим видеть именно награду с тем мужчиной, о котором была речь, да? Вот это наказание, которое я понес. Что там? Что там? Так, другие мужчины. Шансы есть. Переписки вижу. Есть, смотрите. Есть две персоны. Пентаклиевого плана. Есть мужчина. Ну, может быть, тут показана именно возрастная характеристика. Но оба очень стабильные. Стабильный молодой человек и стабильный мужчина. Те люди, которые следят за качеством своей жизни. Это качество жизни они переносят и на вторую половинку, когда находят ее. То есть они ищут такую женщину. Ну, один как в начале пути, вот именно такого, да? А другой уже познавший и знает несколько банкротств, да? Вышедший на уровень более высокий. Вот. То есть именно о других мы спрашиваем мужчинах. Да, будут. Да, будут. И с ними есть возможность построить что-то. Вот. То есть это те, тот мужчин, те, тот вид мужчин, которые, их двое, как минимум, которые могут построить стабильную основу для своей семьи. И они вот именно вот этим качеством жизни и отличаются от других мастей. Ну, это главная характеристика, да? Конечно же, тут присутствуют и, скорее всего, и мечи, и копки, да? И чувства, и разум, и, естественно, огненная энергетика желаний. Но вот выделены именно Пентакли. Я вижу здесь переписка, и у вас есть шансы. Поэтому вы хотите, воспользуйтесь. Причем прекрасные, смотрите, вам это дарят. И тут сразу был у вас намечен выбор, да? Шикарнейший выбор возможностей. Поэтому вам не то, что одного мужчину дают, а дают столько хороших человек, среди которых вы можете общение, в общении выбрать своего. Так. И если я еще хочу сказать, если показывают этих мужчин, и мы спрашиваем про дары, это не нужно будет завоевывать их внимание, стараться прямо из кожи вон лезть. Да? То есть здесь как-то природным способом это будет развиваться, если желать, если, конечно же, вы хотите, если у вас есть внутреннее желание перейти с этапа устарелых каких-то отношений, которые приносят боль, разочарование, и выйти вот именно на этот уровень вперед, здесь есть возможность. Давайте для тех, кто, в принципе, ждет этого человека. Посмотрим. Ограничения. Десяточка. Так. Лей. Восьмерка и тройка. Так. Вам говорят, что пока здесь действительно есть стена из мечей. Может быть, это... Или вы его заблокировали. И тут какая-то такая гробовая тишина. Возможно, там... Вот эта десятка пентаклей, она здесь отыгрывается не в очень хорошем ракурсе у меня. Сейчас. Вы как уже совсем намылили лыжи оттуда и уходите. Идете в новое. Вы идете в новое. А есть ли перспективы с тем мужчиной, вот где были ограничения, которые вам в ноги будут падать? Есть ли перспективы показывать же злую королеву? Но если вы хотите, да, но тут прям вот надо вкладывать свои силы. Кто готов, вперед. И судьба подхватывает, вы можете вырвать эту победу. Да, и прям исполнить мечту. Но вот по этой карте эта королева не сидит, не ждет. Вот у нее есть посох. Она берет его и начинает свои процессы, да. То есть это некая ведьма такая на метле. Вот она берет свою метлу и двигается в то направление, куда необходимо ей. Ей не стыдно положить корону в сторону и встать с этого трона и действовать в сторону мужчины. Но все равно тут женские действия. Хорошо, если вы не будете действовать, этот мужчина будет ваш? Шестерка. Будет ли он ваш? Ну, вы как пара идете. Представляете? Он будто бы все равно будет с вами держать контакт. Возможно, помогать как-то или же спрашивать у вас там, чем помочь. Вот именно идет вот по этой шестерочке, что контакт есть между вами. Это для тех, кто хочет, да. То есть вам буквально, вам говорят дары, да. Вам говорят, что будут награды, да. То есть вам даже наградой будет, если вот вы хотели когда-то, чтобы мужчина прочувствовал ту боль, которая была у вас, да, прочувствует, поверьте. Или же, например, чтобы он там пришел и упал к ногам. Будет. Ну, просто хотите ли вы как-то так? Движение можно запустить здесь, но вы как-то не очень хотите. Да, я вижу, что вы не очень хотите. Как-то неактивно здесь. Тут есть другая дама. Ну, понятно. Мне было бы так больно, если бы здесь не было этого трио. Давайте совет посмотрим здесь. Совет. Посмотрите, какой совет интересный. Вы же злая королева. У вас есть эта метла, но вам к метле дают еще и транспорт. То есть, говорят, садись на свой, на своего коня и действуй. Куда действовать? Может, надо куда-то поехать? Смотрите, действовать после разрушения. Какое-то разрушение. Сигнал будет какой-то? Вот все. У вас как защищать высшие силы будут? У вас будет какой-то период покоя, неизвестности. Смотрите, что говорят. Вам будет трудно его пережить. Но вам как покров дают. И вот этот период неизвестности вы посвящаете сама себе, когда вы, ну, как становление себя, например, в определенной сфере какой-то, либо более улучшаете себя. Смотрите, вот такой сигнал интересный. То есть, мужчина готов действовать, но он будет делать такое движение, как будто бы предупредительно говорить, что вот у меня произошло разрушение. может быть, тут говорят как раз о том, что он будет оставлять прошлое и все-таки двигаться к вам. Но он, я вижу, как-то странно завоевывает вас. Смотрите, напор есть, но тут же останавливается в двери и говорит, все зависит от тебя, если ты хочешь. Но он не пускает никого в ваше пространство. Тут просто борьба идет. Ну, тут зависит от вашего слова, конечно же. Если вы точно скажете «до свидания», вообще не хочу тебя видеть, он будет вокруг ходить. Без вас уже не может. Вы его судьба. Без вас это просто не жизнь. Каждый день, каждый час этот человек думает о вас. Это очень странный человек, но он очень любит вас. Он не умеет защищать свое и делает это какими-то очень дивными, дикими методами. Вы будете счастливы с этим мужчиной. Смотрите, вам как подарок, бросать его к вашим ногам, делайте, что хотите. Будете ли вы счастливы? Пятерка Пентакли, это что? Может, денег поначалу не будет? Да, трудная дорога. Но она закончится. И любовь победит все. Смотрите, первый период жизни с этим человеком вообще не сладкий. И он это, видимо, понимает, поэтому не идет к вам. Но тут такая любовь мощная. Если вы вот эту любовь сохраните, здесь возможно все. Возможно все. Но у вас есть море других возможностей, поэтому вы можете абсолютно все выбирать. Здесь на других мужчин вам показали шикарнейший туз. Это сумасшедший классный расклад, когда вот столько открывается возможностей. И это не просто, например, там, вот мужчины, да, посмотри, бери. Тут как-то так, что это достойные люди заходят в вашу жизнь. Вы действительно выбираете среди достойных. И плюс еще вот некая любовь у вас. Следит за вами эта любовь. Надеется на победу, но уже не верит. Сомневается во всем. Вы какая-то такая очень продуманная женщина, с одной стороны. Интуитивная. Но с другой стороны вы взяли все-таки меч, да, начали думать головой. Тут давайте остановимся на этом солнышке, которое показывает, что вы правильное решение примете. Скоро ситуация прояснится. Давайте вот это скоро притянем как можно скорее, да, чтобы вы не мучились в догадках, что и как. Вот. И пускай вот эти дары уже наконец-то падут к вашим ногам. Так, мы любовь рассмотрели. Благодарю вас, дорогие. Я хочу посмотреть другие сферы. Кому интересно, оставайтесь. Кому любовь и все, больше ничего не нужно. Можно, в принципе. Ну, я думаю, что интересно все-таки, потому что там еще в конце советы буду давать. Это для всех сфер. Советы не от меня, а от ваших ангелов. Запись идет. Смотрим. Итак. Итак. Давайте рассмотрим сферу финансов, реализации работы. Вот там, где денежки, реализация. Посмотрим, что там будет проходить. Какие дары дают. Так. Ой. Материального будет куча. Вы будете чувствовать себя самым настоящим Микеланджело своей жизнью. Вы будете такие чудеса творить. Вам действительно будет дана проверка материальному. То есть, например, много денег, вот, с помощью которых вы сможете реализовать абсолютно любые свои идеи, свои начинания. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательны. Вот этот вот баланс, который здесь показан. Держи. Держи. Маг должен держать вот этот баланс. Должен научиться работать с дьяволом. С искушением. И мы спросили о финансах. Это могут быть как раз искушения финансового плана. То есть, проверка деньгами. Я слышу прям говорите, девочки, вон кем. Пускай проверяют меня большими деньгами. А давайте сюда совет посмотрим. Раз такое выпадает. Совет. У вас был такой прошлый опыт. Пожалуйста, опирайтесь на то. Вот именно опирайтесь. Не надо загоняться в негатив. Но вот что-то было такое, что вас научило правильно распоряжаться может финансами. Что-то в прошлом опыте поможет вам. Не закрывайте глаза на прошлый опыт. Потому что там ой-ой-ой. Вам дают. Но дают большим каким-то объемом. Не таким, как раньше. И вот говорят, что в прошлом есть те ошибочки, которые ты можешь учесть, да, и сделать прям вот крутое пике. Шансов будет очень много. Посмотрите, что дается. Боже, пентакливый туз вместе с вот этими как предложением какое-то вам может поступить. Очень-очень классное, ценное. И что с ним делать? это может быть предложение крупнейшего. Какое-то предложение, которое может либо перерасти в крупнейшее какое-то предприятие, бизнес, либо оно сразу будет таким. И что вам говорят? Вот что-то с делегированием связано для того, чтобы вы могли быть управляющим. Поэтому смотрите вот эта ситуация. Я просто вижу, что это что-то очень глобальное, но и то, что как возрождается. Дальше. Здесь еще идет такая ситуация, что вы могли будто бы вернуть вот этот ресурс, который принадлежит вам, который должен был по жизни идти с вами, по судьбе. Да, вы как-то потеряли эту дорогу судьбы, может быть, по причине каких-то влияний извне. Манипуляции людей, да, знаете, как теряется действительно жизненная нить, и человек живет будто бы не своей жизнью. И это как возвращается, то есть дается вам. Вот это идет, знаете, как по судьбе и возврат вашей судьбы. Вот. Тут еще обратная сторона есть у этой карты. Она говорит о том, что те люди, которые приносили вам вред, конкретный, на вашем жизненном пути. Они будут, естественно, нести свое наказание. Так, как там и быть. Хорошо. Это у нас финансовая сфера. Давайте рассмотрим сферу отношений с самыми близкими людьми. Дальше. Какие-то бытовые возможные процессы. Что там будет происходить? мы смотрим, естественно, на награду. В награду будет дан какой-то учитель для человека. Вот знаете, как человек, который заслужил этого учителя, либо выпросили у высших сил. Вы молили, вы не знали, как быть. Может быть, у кого-то детки, а может быть, сами в такой ситуации, когда необходим тот, кто подскажет, на путь истины выведет. Вот появляется человек, который выводит на путь истины того, кому это очень необходимо. Что еще? Сила. Прекрасная карта. Сила ваша увеличивается в разы. Но опять же, это мощный ресурс, который вы в себе накопили за время жизни. Это тот опыт, который вы принесли сюда. Вы как приручаете свою мечту. Вы достигаете того, чего хотите. Вот эта сила дана для того, чтобы вы реализовали какую-то глобальную мечту. Ого! Тут раскрытие ваших талантов по максимуму идет. Луна, звезда, прям небесное светило. А вы обладаете силой этих небесных светил. Они вам в помощь. Они с вами заодно. Вы можете влиять на жизненные процессы своих других людей с помощью процессов более глобальных в мире, чем обычная обыденная жизнь человека, чем обычный человек. Вы женщина или мужчина, который очень много знает. Знает не просто потому, что я все знаю, а потому, что постоянное изучение, постоянное проникновение в те области знаний, которые другие люди, которые не идут, не верят, не знают. И вот это таинственное открывается вам в полной мере. Вы обретаете вот эту мощневую силу и берете видите как вот эта судьба и у нее есть вот такая намоточка. Я вижу, что вы прям за косичку эту судьбу держите. Да. Теперь вы берете от судьбы то, что хотите, но берете очень мудро. Для мужчин вы прям встречаете такую женщину на своем пути, потому что тут очень мощная женская энергия. Она может все, она может все, с ней стать успешным, хорошему мужчине просто вот так вот. Как двумя пальцами щелкнуть. Так, хорошо, это шикарно, это классно. что там еще какие-то дары. Так, тут я вижу путь дорогу. Путь дорогу. вам дарят какую-то дорогу, в которой вы пока чувствуете себя не очень уверенно, но знаете, что у вас есть желание, есть страсть, и у вас есть такая, знаете, интересная натура познавания, да, то есть вы готовы к познанию. Но у вас получится, у вас получится это реализовать. А у кого-то это прям поездка, представляете? Причем какие-то другие абсолютно берега, и эти берега вам могут понравиться, и вы там можете остаться. Тут рыцарь кубковый какой-то, и королева пентаклей. То есть вам дарят возможность быть с человеком, здесь мужчина идет, если вы сделаете вот этот шаг, да, просто поездка, переезд, потом в итоге, вернее, поездка, потом в итоге переезд, если захотите. что еще? Ну тут исполнение желаний, смотрите, намечтали, но делали, вкладывались, ждали, спокойно, трудились, вот тупо, методично носили эти ведра с пентаклями, да, высаживали этот куст огроменный с пентаклями, вырос ваш куст, не верили, но надеялись, просто ждали, что случится, когда случится, даст Бог или не даст, вот как-то так кто-то даже относился, даст, судьба берет под контроль некие участки, да, там, где вы не смогли проконтролировать, говорит, все, поехали исполнять твои желания, наконец-то, вот уже на пороге, кстати, это все. Хорошо, теперь усмотрим советы, прекрасно, прекрасно, тут исполняются мечты просто любого плана, любовь, дом, богатство, признание, слава, да, какие-то материальные такие блага, искушения, даже, мудрость, здоровье, все, все это, все, что хотите, даже то, о чем вообще не догадываетесь, что-то очень классное, тоже идет в вашу сторону, так, советы, смотрим советы, будьте стойкой, иногда нужно просто закрыть глаза и сказать, что я этого страха не вижу, не принимаю, или смело или смело идти к страху, так, тут какое-то ожидание, опа, смотрите, будьте осторожны, потому что, будьте стойкой, потому что тут какая-то, вот просто кому-то идет такой совет в данной ситуации, в какой-то, сейчас, не делать лишних движений, это мне уже идет, ведь где-то неделю так точно мы смотрим, девчонки, кого-то предупреждают, пятерка Пентакли, тут как будто, вы знаете, какие-то люди вас хотят обмануть, победить, вот, чтобы вы точно не знали сладкой судьбы, такого не будет, корона, она ваша, и у них будет огромное разочарование, конечно, ну просто будьте стойкой, вы победите, просто это закончится скоро, вот, закончится, и вам вот эти дары будут даны, кому-то говорят, знаете, не очень хорошая фраза, потерпи еще немножко, а знаете, почему не очень хорошая, потому что все, есть люди, которые воспримут это как, как то, что, я не должна судьбе ничего, я должна просто делать сама свою судьбу, естественно, я понимаю, что какие-то процессы в ней есть, те, которые я должна пройти, да, и я их прохожу по достоинству, то есть достойно прохожу, вот это вот достойно прохожу, это очень важно, или же я жду от судьбы, там, от Бога, от кого еще, от мужчины, он должен мне это, 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 вот, я ничего, в принципе, для себя делать, для себя делать не собираюсь, все должны, а для себя я делать ничего не буду, ну, тогда очень сложно тогда предвидеть вообще, что будет в жизни такого человека, ну, просто говорят, что вот процесс какой-то максимально запущен, и вот это висячество в позе жертвы, оно временное, почему, потому что такая женщина, либо такой мужчина жертвой никогда не будет, вот, ну, просто говорят, что вот некоторое время стойко относись к какой-то ситуации, скорее всего, вот эта ситуация, она сейчас у вас есть, вы понимаете, что странно, непонятно, ну, вот нужно просто быть стойкой на посту, это знаете, как солдат на посту стоит, он так толком, ну, не понимает всех процессов, да, которые окружают его, он просто знает, что ему нужно охранять вот этот пост, вот, в данной ситуации вам нужно охранять какой-то пост, себя, свою семью, своих близких, стойко выдержи эту ситуацию, не делай лишних движений, вот будет импульс, будет какой-то сигнал, вот тогда придется двигаться, тут хорошая, хорошая карта, такие выходят, да, о которых вам сразу сказали, что ты получишь то, что пожелала, да, то есть, и когда женщина понимает, я получу все, что я хочу от жизни, потому что жизнь это моя жизнь, и я ее делаю, она это и получает, роскошь, благородство, душевный покой, спокойствие, по карте мир, это вот от путешествий, да, до просто более чего-то глобального, чего хочет ваша душа, вот так, спасибо вам, мои дорогие, я жду вас на следующих раскладах, благодарю вас за те самые лайки, комментарии, поддержку финансово, и хочу, чтобы вселенная дарила вам как можно больше подарков, всего самого наилучшего, пока-пока, пока-пока.